Привет, друзья! Обещаю, что данный урок будет полезен тем, кто только начинает осваивать программу векторной графики CorelDRAW, но и продолжающие, уверенно, почерпнуть для себя новую информацию. Видео записано в версии 2019. В ролике делюсь своими любимыми функциями работы. Но для начала в двух словах хочу представиться. Меня зовут Наталья, я автор и ведущая канала Школа графического дизайна и иллюстрации. Все началось как раз с уроков по CorelDRAW. Сейчас записываю больше иллюстратор, но старого друга забывать не хочу, к тому же полиграфию до сих пор делаю в CorelDRAW. Что будет в ролике? То, к чему пришла за долгие годы работы в программе. То, чем пользуюсь сама и что действительно очень сильно облегчает работу. Но я выражаю только свое мнение, и к тому же вы должны всегда помнить о том, что одно и то же действие в любой программе можно сделать разными способами. По CorelDRAW есть топовые уроки, было бы классно, если бы вы их тоже посмотрели. Список этих уроков со ссылками оставлю в группе ВКонтакте, в посте. Смотри первую ссылку в описании, не забудь, конечно же, подписаться на группу. Не люблю долгих вступлений, поэтому погнали. Топ моих любимых функций программы. Мы находимся в программе и создадим новый документ. Меню «Файл новый» либо вот значок «Создать новый документ». По умолчанию страница установилась от четвертого формата. Вот это видно вот здесь. Размеры, приписанные в окошках рядышком. Из предложенного списка мы можем выбрать стандартный какой-то лист. Ну, допустим, а третий формат. Поменяется размер листа. Мы можем переключиться между горизонтальной и вертикальной ориентацией. Конечно, без разницы, когда размер из стандартного набора. Либо размер мы можем вносить в какой-то свой. Допустим, зададим размер визитки 90 на 50 мм. 50, Enter. Вот наша визитка видна. Единицы измерения – миллиметры. Здесь вот в выпадающем меню другие единицы измерения. Но я думаю, что чаще всего мы используем миллиметры, поэтому они по умолчанию стоят. Пиксели, когда мы работаем с веб-пространством, оставим миллиметры. Ну, как вы понимаете, мы можем задавать метровые размеры. Допустим, мы делаем макет магистрального щита. Соответственно, поскольку миллиметр, значит, будет в тысячах. А магистральный щит 6 на 3 метра. То есть мы вносим 6000, Enter, на 3000. Enter. Например, вот наши размеры. Давайте выберем все-таки какой-то стандартный размер листочка. Основные фигуры – это прямоугольник клавиши F6 и эллипс клавиши F7. Возьмем прямоугольник, нарисуем произвольный прямоугольник. Просто зажата левая клавиша мыши. Возьмем эллипс либо F7 и нарисуем произвольный эллипс. Зажатые клавиши Ctrl мы рисуем, соответственно, круг, то есть эллипс с равной шириной и высотой. И, соответственно, взяв инструмент прямоугольник с Ctrl, рисуем квадрат. Прямоугольник с ровными сторонами. Давайте еще раз продемонстрирую. Обратите внимание, что рисуется у нас от угла, если мы ничего специально не нажимаем. От угла. Зажатая клавиша Ctrl и Shift одновременно позволяют рисовать от центра. Ну, соответственно, от центра ровная фигура. В нашем случае квадрат тоже работает с эллипсом. Зажатая клавиша Shift позволяет увеличивать и уменьшать сразу во все стороны. Видите, что происходит с квадратом. Однородные заливки и контур. Выбираем объект или несколько объектов любым способом. В правой части экрана палитра цветов. Левая клавиша изменяет цвет заливки выбранных объектов. Правая клавиша меняет цвет контура. Но вот сейчас контур не виден, потому что он тонкий. Давайте мы дадим ему хорошую толщину. Допустим, даже все 40 пунктов. Еще раз. Левая клавиша цвет заливки. Правая клавиша цвет контура. Если мы хотим отменить заливку, тоже левая клавиша на верхнем перечеркнутом квадрате отменяет заливку. Правая клавиша отменяет контур. Давайте мы сейчас для дальнейших манипуляций заготовим разные объекты. Двойной щелчок на перышке. Здесь можно выбрать, допустим, сделаем какую-то пунктирную линию. По толщине тоже сделаем ее потолще. И скругленные концы, например, ОК. И что-нибудь еще разного цвета. И пусть этот будет без заливки, этот объект. А этот остался у нас и стандартными свойствами. Так, давайте у этого еще вернемся. Сделаем прям 100. Вот есть разные объекты. Еще один интересный момент. Двойной щелчок на прямоугольнике создает прямоугольник по размеру страницы. Какая бы она ни была, встает ровно по центру страницы и точно такого же размера. Вот в нашем случае А4 формат 297 на 210. Здесь, кстати, видите размеры. Это не страница, это именно прямоугольник. Видите, меняется. Двойной щелчок на черной стрелке выделяет все, что есть на странице. Даже то, что находится далеко. Вот видите, у меня некоторые объекты за страницей. Мы все равно выделяем все, что есть. К примеру, приблизимся. И видим только часть объектов, которые находятся в файле. Клавиша F4 показывает все максимально близко. И видите, все объекты максимально нам видны. Следующая, друзья мои, интересная вещь. Это вращение. Выбрали объект. Щелкнули второй раз. Видим, появляется возможность вращать. То есть у нашего объекта, не обязательно квадрат, любой объект, появляются угловые маркеры. За них мы можем, зажав левую клавишу мыши, вращать произвольно. Ctrl-Z отменяю действие. Мы можем задавать угол поворота. Ну, допустим, 35. Enter. Если мы зажмем Ctrl и возьмемся за любой угловой маркер, то будет вращаться кратно 15 градусов. Видите, вот здесь 15, 30. То есть на какое-то время объект залипает и не движется. И мы понимаем, что вот кратно 15. Не забывайте Ctrl нажимать. Таким образом, очень удобно поворачивать под 45. Перемещение происходит с зажатой левой клавишей мыши. Если мы будем зажимать либо Shift, либо Ctrl, обе кнопки работают, то будет перемещаться ровно по горизонтали, если мы ведем вправо-влево, или ровно по вертикали, если мы ведем вверх-вниз. Если мы перемещаем произвольно, и одновременно нажимаем с зажатой левой клавишей правую клавишу мыши, обратите внимание сейчас на курсор, у курсора появился плюс, мы объект продублировали. Очень удобно дублировать с помощью правой клавиши мыши, но лично для меня. Хотя способов дублирования существует очень много. Соответственно, если мы зажимаем Shift, либо Ctrl, и одновременно правую клавишу мыши, кроме левой, я про левой вообще не говорю, мы продублировали ровно по горизонтали или продублировали ровно по вертикали и плюсом правую клавишу мыши. Тоже, конечно, вот эти вот моменты, которые только что рассказала, ускоряют работу и исключают лишнее выравнивание. Кстати говоря, правая клавиша мыши работает на поворот объектов. Давайте сделаем немножко потоньше контур и без заливки. Второй раз щелкаю, зажимаю Ctrl, поворачиваю кратно 15 градусов, сколько раз только нужно, и нажимаем правую клавишу мыши, ведь у курсора такой значок, получился плюс. Вот мы таким образом сделали дубликаты объектов и вот такая у нас красота уже получается. Следующая очень интересная вещь, которая мне в Короле нравится. Здесь, кстати, у нас объект, который без контура, без заливки. Я его не убираю, потому что хочу кое-какие вещи на нем рассказать. Так, давайте мы отсюда возьмем объект, повернем его с Ctrl ровным. Вот один объект пусть будет желтый. Второй объект продублируем, пусть будет зеленый, без контура. И третий объект, например, голубой, пусть будет в виде круга. Но это остался прямоугольник со скругленными углами. Уберу еще вот этот фоновый прямоугольник, тоже, чтобы он лишний раз не выделялся. Ну и отменим синий контур, чтобы он нам не мешал. Друзья мои, вот порядок объектов, если мы ничего специально не меняем, располагался таким образом, либо как мы рисовали, либо как я дублировала. То есть сначала был создан желтый объект, потом я продублировала, создала зеленый объект и потом голубой объект. Если мы выделяем два объекта и больше, на панели верхней появляется вот такой значок «Выравнивание». Нажимаем. Здесь стыкуется в правой части меню. Первые шесть команд – это «Выровнять». Вторая вкладка «Распределить». Пока разберемся с «Выровнять». Ну, в общем-то, пиктограммы подсказывают, что эта функция делает. Я, например, хочу выровнять все объекты по низу. Кстати говоря, давайте мы еще уменьшим. Для наглядности вот этот объект. Еще раз давайте возьмем. Выровняем, например, по верху. Обратите внимание, что все объекты, как бы они ни располагались, давайте прямо растащим далеко. Еще раз возьмем, выровняем. Снова, например, по верху. Видите, все объекты выравниваются по нижнему объекту. Но, если я хочу, к примеру, выровнять объекты не по нижнему, а, например, по голубому объекту. Я сначала выделяю с шифтом те объекты, которые будут перемещаться. И в самую последнюю очередь с шифтом выбираю тот объект, относительно которого будет перемещаться, то есть ключевой объект. И выравниваю, допустим, по центру. Видите, все объекты уже выровнялись по ключевому объекту. Давайте еще раз. Все объекты выравниваю. Сначала, допустим, нижний объект. Шифтом беру голубой объект. И с шифтом последний объект зеленый, он будет ключевой, по нему будет выравниваться. Ну, например, по центру уже вертикальному. И все объекты ускакали ровно к нему. Следующая вкладка. Давайте так посмотрим тоже. Выберем вместе три объекта. И распределять расстояние, вот допустим, между объектами по горизонтали. Программа просчитала и от края каждого объекта до края следующего объекта выровняла расстояние. Вторая вкладка – это выравнивание и распределение по странице. Вообще на какое-то время останавливаетесь, и вот по краям страницы подписано. Любая команда подписана бывает. То есть мы выравниваем, допустим, по верху страницы, по низу страницы. Распределяем расстояние между ними. Здесь ненаглядно. И так далее. Ну вот на самом деле вот этими следующими вкладками я не пользуюсь. Тут вот видите, можно какую-то опорную точку поставить. Я думаю, что здесь все тоже понятно, доступно. Но я вообще практически никогда не пользуюсь. Пользуюсь вот этим. Только по активным объектам всегда. Так, удалим ненужные объекты. Ставим объект, к примеру, квадрат. И для ровного счета пусть будет он размерами, ну, например, 40 на 40 миллиметров. Вот здесь прописаны размеры. Если нажать «Замок», то мы меняем один размер. Пропорционально меняется другой размер. Если мы замок отжимаем, то меняем независимо друг от друга. Мне нужно сохранить квадрат, поэтому я оставлю замок и наберу 40. «Энтер». И, соответственно, второй размер тоже поменялся. Очень интересное меню хочу вам показать. Находится меню «Окно». «Окна настройки». «Преобразовать». И нас будут интересовать только первые две вкладки. Первое – это распределение по горизонтали и вертикали, хотя можно и по диагонали тоже. Зная то, что наш квадрат 40 миллиметров, я задаю по «Х» 40 и число копий, например, 1. «Применить». То есть ровно один объект пристыковался к другому объекту. Соответственно, если я хочу дублировать дальше, то я могу взять сразу два квадрата и поставить уже 80. Количество копий, например, 3. «Применить». Далее берем этот ряд вместе. По «Х» уже смещения не будет. Поставлю 0. По «У» поставлю минус. Сейчас покажу, почему минус. Минус 40. То есть тоже в размер высоты квадрата. Количество копий пока 1. «Применить». Друзья мои, у программы всегда 0 – это левый нижний угол страницы. Поэтому, если мы хотим дублировать вверх, мы ставим плюс по «У». Если хотим дублировать вниз, то минус по «У». Но нам этим можно этот ряд квадратов отзеркалить по горизонтали. И можно взять вместе. Уже минус 80. Количество копий, например, 2. «Применить». Соответственно, таким образом можно, например, рисовать что-то типа той же кирпичной кладки. А еще, друзья, мы, если вы, соответственно, вы хотите делать с промежутками, то вы задаете, плюсуете к размеру еще промежуток. Ну, допустим, 44. Здесь 0. И применяете. Соответственно, 0. Минус 44. И применяете вниз. Так, удалим. Друзья, мы очень важная вкладка, к которой я приучаю своих учеников постоянно с самого начала. Вот обратите внимание. Вот есть объект. У него толщина абреса 40 пунктов. Мы этот объект продублируем. Пойдем в свойства контура. И вот здесь масштабировать с объектом. Поставлю галочку. Нажимаю ОК. Возьмем два объекта вместе. Тот и другой. И будем их за угловой маркер пропорционально увеличивать. Обратите внимание, что происходит. У объекта, у которого галочка не стоит, толщина абреса осталась прежней. Это, конечно, относится, мне просто попалось, что пунктирная линия. И к стандартному ровному контуру тоже. Этот объект, соответственно, увеличивался. И увеличивалась его толщина. Видите уже, толщина абреса какая толстая, потому что стоит галочка. Если вы работаете, создаете, допустим, логотипы, которые линейные. Вообще, в целом, есть манипуляция, которая позволяет перевести абресы в объекты. Но если вы, допустим, в каком-то промежуточном, да, стадии находитесь, еще не заканчиваете, то можно, в принципе, этого не делать. Но галочку обязательно поставить, потому что, когда вы будете увеличивать, уменьшать, ну, куда-то перекидывать свой разработанный знак, то это очень важно. Потому что, ну, бывает плохо, что рисовали в мелком масштабе. У вас, например, сверхтонкий абрес, вы увеличиваете. Абрес не работает, он уже вообще ни для чего не нужен. Если вы досмотрели ролик до середины, то действительно, заинтересованы в освоении программы. И здесь хотела бы сделать пару объявлений. Предлагаю обратить внимание на мои авторские мини-курсы по программе Coral. Первый курс называется «Корал для лазерной резки и гравировки». Это 23 урока, где с изов вы освоите все необходимое исключительно под резку. Ничего лишнего. Но если у вас будет необходимость изучить Coral дальше, то к основному курсу даю список дополнительных уроков. Второй курс называется «Корал для полиграфии». Это 40 уроков различной продолжительности. Без воды, также с азов изучаем Coral для разработки макетов полиграфии, готовим их в печать. Также на курсе подробно затрагиваю тему оформления социальных сетей, наружной рекламы и сувенирной продукции. Друзья, без лишней скромности скажу, что это действительно очень хорошие курсы. И это отличный старт в новую профессию. Если б мне в начале пути предложили обучиться и узнать все тонкости работы, то было бы набито меньше шишек и скорость работы возросла. А так пришлось до всего доходить самой. А это процесс небыстрый. Ну а если вы хотите еще быстрее и качественнее освоить Coral под моим чутким руководством, то предлагаю обратить внимание на персональный курс обучения. Это отличный формат для тех, кто ценит свое время и хочет в кратчайшие сроки не только освоить программу, но и изучить основы композиции, колористики и типографики. Гарантирую огромное количество домашних заданий с подробными проверками и обсуждениями. Курс индивидуальный, поэтому на нем решаем только ваши задачи. Но с примерной программой можете познакомиться по ссылке в описании. Программу корректирую под ваши нужды. Если останутся вопросы, смело задавайте их в Инстаграме или ВКонтакте. Ссылки на соцсети также под видео. Друзья, мой следующий очень важный момент – это режим просмотра каркас. Обратите внимание, что наши объекты, они все разные. Вот есть объект без заливки, у него пунктирный контур. Есть объект, у которого толщина абриса 100. Есть 40 пунктов черный и так далее. Если мы пойдем в меню «Вид», «Каркас», этот режим позволяет видеть наши объекты в режиме «Каркас», в режиме «Скелеты» еще можно называть. То есть вне зависимости от толщины абриса, вне зависимости от заливки, свойств заливок. Мы видим вот этот каркас. Обратите внимание, что мы даже видим те объекты, которые, казалось бы, в режиме обычном не видны. Видите, вот этот объект, он не имеет ни заливки, ни контура. Он может быть на белом фоне, с белой заливкой, с белым контуром, и мы его не будем видеть. Но для программы он существует. Этот режим очень удобен, когда мы, допустим, готовим под лазерную резку. Мы смотрим невидимые контуры, мы смотрим, есть ли наложения какие-то. Очень хорошо в таком режиме стыковать объекты, четко ставить линия в линию, хотя для этого другие более удобные штуки есть. Мы таким образом облегчаем работу программы, если, к примеру, у нас файл насыщен большим количеством фотографий в хорошем качестве, то есть файл тяжелый, и, допустим, у нас фотографии сидят в контейнерах. Контейнер тоже не показывает содержимое, и мы быстрее работаем. Поэтому это тоже осваивайте. Уроки, конечно, подробные по режимам просмотра тоже есть, можете их посмотреть. Так, вернусь в расширенный режим. Давайте удалим этот объект, который не виден нам в обычном режиме. Вот я начала говорить про привязки. Вот, смотрите, я выбираю объект, подношу, видите, написано узел, или средняя точка, или центр. Вот это включены привязки к объектам. По умолчанию они всегда включены. Вот мы посмотрим привязка к объектам. И вот таким образом мы можем, вот я, например, возьму за центр этого объекта, и поднесу вот сюда, к центру, и у меня стыкуется. Возьмусь, например, за угол, за узел, и у меня тоже стыкуется. Вот, видите, написано узел, написано край. Очень удобно при включенном вот этом режиме привязки объекты привязывать друг к другу. Также есть направляющие. Допустим, я вот вытяну. Сейчас тоже подробно не останавливаюсь, потому что уроки подробные есть. Вот, особенно хороший урок по привязкам, а не только к направляющим, и к объектам. Еще привязка к сетке существует и так далее. Мы можем также включить привязка к направляющим. И, допустим, вот эти объекты мы пристыкуем к направляющим. Таким образом мы, в общем-то, очень удобно можем стыковать, выравнивать объекты. В общем, тот урок посмотрите. Он, кстати, записан в свежей версии программы, поэтому очень классная штука. Давайте все ненужное удаляю. Оставлю вот этот квадрат. Очень хорошая вещь. Выравнивает объекты под центру страницы. Это клавиша P. Я выбрала единственный объект. Если вы выбираете несколько, то тоже, конечно же, работает. Клавиша P, либо Z. Раскладку можно не менять. Объект под центру страницы, какая бы она ни была. Немножко уменьшу с Shift в себя. Давайте толщину поставим поменьше. И сделаем заливку. Нарисую круг. Выравняю по центру страницы клавиша P. И сделаю в квадрате отверстие круглое. Взяла два объекта вместе. Задний и минус передний. То есть вот это вот объект, который имеет пустоту. Но, кстати говоря, давайте все-таки контур еще меньше сделаем. Пустота. Если я хочу разделить вот эти два контура снова на квадрат и на круг. Для этого выбран объект. Составной контур. Вот. Разъединить. Нажимаем. И наш объект распался на внешний контур квадрат и на внутренний. Но не пугайтесь. Вроде бы у нас круг исчез. Он находится ниже большего контура. Вытянуть каким образом? Либо мы на дальний план утягиваем вот этот контур. Shift-Patch-Down. Либо Ctrl-Z от меню действия мы просто вот так вот вытянем. Выделим вот этот круг. И Shift-Patch-Up вытянем на передний план. Вот у нас отдельный объект. Либо, кстати говоря, Ctrl-Z от меню два раза действия. В режиме каркас. Вот я сейчас не могу выбрать никак маленький объект, потому что у меня сверху лежит вот этот большой. Даже если у него отменю заливку, я все равно не могу его взять маленький круг, потому что он лежит внизу. А в режиме каркас продолжу. Вот еще один плюс этого режима. Вот я спокойно выбираю те объекты, которые находятся за верхними большими объектами. Вид. Выйдем в расширенный режим опять снова. Следующий момент. Все, что мы с вами рисовали, это замкнутые контуры. То есть у нас были стандартные фигуры. Вот эта фигура уже, это набор опорных точек. Это уже не круг, потому что с ней были проведены манипуляции. Ну, к примеру, мне хочется убрать вот этот сектор между этими точками. Я выбираю инструмента вторая стрелка, точку. Делаю вот. Разъединить кривую. Видите, уже убирается заливка, потому что контур разомкнулся. Это просто незаметно. У нас вот здесь лежат две опорные точки. Вот они на одном и том же месте. Вот таким образом они показываются. Ну, в общем-то, во второй точке мы тоже контур размыкаем. Тоже появились две опорные точки на одном и том же месте. И это еще не все. Нам нужно, как в предыдущем случае, разъединить. И мы рассыпали наш цельный контур на две части. Вот этот отдельный кусочек. Пожалуйста, делать с ним можно все что угодно. Это открытый контур. Видите, у него показана заливка, но заливка по умолчанию не заливает. Потому что, ну, так вот Corel устроен. Мы специально там галочку, если не нажмем, то разомкнутый контур не заливается. Это, в принципе, подсказка. Бывают случаи, когда мы не можем найти две точки, которые не соединены. А заливка нам нужна. Вообще, для лазерной резки, допустим, нам обязательно нужно делать замкнутые контуры. Следующий момент, друзья мои. Вы, наверное, заметили, что все стандартные фигуры, которые мы не рисовали, или вот из этого набора, допустим, возьмем какой-нибудь, не знаю, треугольник, они все рисуются, обратите внимание, без заливки и с черным контуром, чтобы я не рисовала. Но бывает это неудобно, бывает нужно сделать какие-то свойства другие, чтобы сразу, да, изначально по умолчанию рисовались другие свойства. Мы для этого должны изменить вот эти стандартные настройки. Пойдем в меню «Окно», «Окна настройки», «Стили объектов». Вот здесь стандартные свойства объектов развернем и выберем графику. Вот первая вкладка – это абрис. Допустим, я хочу назначить какой-то цвет, ну, допустим, красный. И тоже здесь можно, например, миллиметр, чтобы понять не было. Ну, допустим, 10 миллиметров. Здесь же выберем, например, какую-то заливку можно взять. Возьмем какую-то контрастную к цвету абриса. И, друзья мои, вот когда внесли изменения, нажимаем сюда «Задать параметры по умолчанию нового документа». «Окей». И новые объекты нарисуются с новыми свойствами. Ну, я, конечно, так для наглядности делала, чтобы очень было прям все наглядно и толсто. Все менюшки, которые стыкуются вот здесь, их можно закрывать. И, друзья мои, пропустила я одну интересную вещь. Давайте мы возьмем вот этот вот эллипс. Как-нибудь его растянем вот так. Щелкаю второй раз. Появляется возможность вращать. Мы можем центр вращения, он, видите, стоит по умолчанию, мы можем его перемещать куда угодно. И снова пойдем в преобразование, где мы делали с вами шахматную доску. Во второй вкладке «Повернуть». Будет вращаться, конечно же, относительно перемещенного центра, ну, либо неперемещенного, если мы его не перемещаем. Зададим угол, например, 36. То есть задавайте такой угол, который удобно, без остатка делит 360 градусов. То есть 360 полный круг поделить на 36 будет 10 копий. Одна уже есть, потому что если мы поставим 10, то будет первая накладываться на вторую. Копия 9. Применить. И вот сейчас я хочу рассказать интересный инструмент, которым я пользуюсь в последнее время очень-очень часто, но хотя долгое время как-то его так игнорировала. Давайте выберем все вместе. То есть, как вы помните, это просто эллипсы, которые друг на друга наложены. Если будет заливка, видите, так понятнее, что происходит. Но заливку мы отменим. Инструмент, который называется «Интеллектуальная заливка». Вот находится в этом наборе «Интеллектуальная заливка». Здесь мы можем задать тот цвет, которым будет заливаться. И, допустим, я заливаю вот эти части вот этим цветом. То есть на пересечении получились новые объекты. Их выделю с шифтом. Это объекты, а не новые, замкнутые контуры, которые получились вот на пересечении. Или возьмем снова «Вместе». Снова «Интеллектуальная заливка». Выберем цвет уже какой-то другой. И начинаю заливать уже вот эти части. Давайте, кстати говоря, для следующих действий. Вот все объекты вот эти выбраны. Мы сделаем группу. Вот эти объекты тоже выделим. Сделаем группу. А вот эти удалим. То есть, друзья, мы есть группа. Есть группа. Есть отдельный объект. Пусть это будет круг. Ну, к примеру, какой-то желтый. Вот видите, сейчас у нас стандартные свойства новые. Группа. Группа. И отдельный объект. Давайте даже парочку отдельных объектов сделаем, чтобы нам было понятней. Вот последние использованные цвета находятся внизу. Вот, к примеру, я такой же, как вот этот. То есть, два разных объекта. И две группы объектов. Возьмем все вместе. Можно было двойным щелчком, потому что ничего другого в файле нет. Мы выровняем по центру и по центру. И я продублирую. И сгруппирую. Возьму объекты вместе. Сделаю группу. То же самое с этими объектами. Сгруппирую. Напомню, что здесь, в этой общей группе, находится группа из голубых, группа из темно-синих, и отдельные объекты. Желтый и вот этот синий. И разница в раз в группировке. Посмотрите. Вот если первая вкладка «Отменить группировку», то у нас рассыпается на группы и отдельные объекты. То есть, это осталось группой в составе цельной группы. Ctrl-Z отменю действия. А если мы сделаем вторую вкладку, отменить группировку полностью, то все группы, которые были в составе, они рассыпаются на составляющие. Ctrl-Z отменяю действия. Бывают такие случаи, когда нам нужно вынести изменения в состав группы. Но первый вариант, конечно, мы можем просто разгруппировать и поменять цвета. Но есть способ удобнее, не разгруппировая. Я хочу, например, поменять цвет у этих лепестков. Я зажимаю Ctrl и щелкаю по группам несколько раз. То есть, я зашла в одну группу, потом зашла в другую группу. Видите, объект, который выделен, он окружается вот немножко такими незнакомыми по виду маркерами. Круглыми. То есть, мы понимаем, что мы выделили вот этот объект в составе группы. Я, например, хочу его сделать желтым. С Ctrl-Z нажимаю еще раз. То есть, видите, с Ctrl-Z мы зашли сразу в группу. Еще раз с Ctrl-Z мы зашли в эту группу. И таким образом мы дотянулись, не разгруппировая, зашли в группу и еще раз в группу. Друзья мои, я хотела бы еще рассказать немного о тексте в программе. Текст в программе существует двух видов. Текст фигурный и текст простой. Мы на панели инструментов берем текст. И для создания фигурного текста щелкаем просто один раз. Появляется курсор и мы набираем какое-то слово. То есть, видим, сразу окружается слово, фигурный текст рамкой. И мы сразу его увеличиваем. Соответственно, увеличивается кегль. А вот этот текст фигурный мы используем для заголовков, для какой-то короткой информации. И текст второй, который называется простой, он используется для длинных текстов. Это какие-то колонки текста. Хотя Coral, в общем-то, не сильно приспособлен для длинных текстов. Но тем не менее, мы проводим рамку и начинаем набирать какой-то текст. Давайте сделаем его сразу крупнее, чтобы было понятней. 30 пунктов. И вот текст, когда он доходит до края, он нам показывает, что он не вошел весь вот таким маркером. Мы можем взять снова инструмент «Текст», еще одну рамку нарисовать и показываем, что из этого текста будет перемещаться вот сюда. То есть, видите, если я меняю в одной колонке, то автоматом он переходит во вторую колонку. По тексту, конечно же, уроки есть. Но это две основных особенности. Поэтому в нашем случае, ну, сколько я работала, конечно, чаще мы используем вот такое. То есть, визитки, короткие заголовки, там, фамилия, имя, отчество лучше вот таким образом набирать. Вот рамками, ну, повторюсь, что это колонки текста. Колонки текста, ну, мы крайне редко в Корале верстаем, потому что все-таки для этого есть InDesign. Гораздо более удобная программа для именно каких-то длинных текстов для журналов, для книг и чего-то содержащего много текста. Следующая интересная штука. Давайте я точно так же, как любой объект, могу продублировать с правой клавиши мыши. Возьмем инструмент «Вторая стрелка». Без перевода в кривые мы можем вот эти буквочки перемещать. Тоже очень интересная штука, когда мы, например, готовим что-то под лазерную резку, какой-нибудь топпер. Может быть, эта функция может быть интересной. Обратите внимание, что шрифт не изменен. Это остался Арием. То есть мы можем вернуться и делать какое-то другое написание букв. Только надо все выделить. Ну и вот, пожалуйста, это осталось текстом. И последний момент по тексту – это текст вдоль пути. Открытого, закрытого, без разницы. Возьмем текст. Пойдем в меню «Текст». Текст вдоль пути. Появляется вот такая рамка. И мы привязываем слово вдоль направления. Ну, тут тоже есть свои особенности, но в целом, конечно, тоже очень интересная штука, когда мы делаем, допустим, какие-то эмблемы, где мы можем слово пускать по окружности, например, сверху-снизу, круглые печати, хотя не знаю, насколько сейчас это актуально. И последний, друзья мои, очень важный момент, особенно когда мы готовим файл в печать, это перевод сразу всех объектов в систему SMIC. Вообще, мы можем файл сохранить. Сейчас я его сохраню. Допустим, пока на рабочем столе. Пойдем в файл. Свойства документа. Здесь я не останавливаюсь про печать, я только расскажу про систему SMIC. Одно из требований. У нас 44 объекта в системе RGB заливки. Мы должны избавиться, чтобы у нас все объекты были в системе SMIC. Понятно, что в нашем случае вот эти вот все, RGB, но бывают такие моменты, что вручную понятно, что мы не будем этим заниматься. Поэтому пойдем в меню правка, поиски замена, заменить объекты, цветовая модель, найти заливки, заменить на систему SMIC. То есть, если вы наоборот, ну, какие-то объекты у вас будут в системе SMIC, вам нужно готовить для веб-пространства, вы выбираете систему RGB. Заменить все. Он пробегает по всем объектам. Мы говорим здесь, что не надо начинать поиск сначала. Нажимаем нет. Сохраняем. Видите, внешне на экране цвета стали такие более блеклые. Это нормально. Это вы не пугайтесь. Снова пойдем в меню файл. Свойства документа. И уже наши заливки, они все в системе SMIC. Без абреса у нас. Видите, все объекты без абреса. Но если бы были абресы, то вы тоже такой же поиск делаете по абресам только. Все абсолютно то же самое. Перед тем, как проверяете, не забывайте сохранять, иначе последние действия у вас не отразятся. Друзья, пожалуйста, будьте активными. Это нужно для развития канала, для понимания того, нравятся ли вам уроки. Обязательно поставьте лайк и ответьте, пожалуйста, на вопрос, бывают ли у вас сложности с программой. Если да, то какие. Поделитесь, и я запишу для вас решение. Также расскажите, какими инструментами и командами активно пользуетесь вы, потому что за кадром я оставила много функций. Например, копипаст, потому что в Корли это реализовано, как в любой другой программе. В общем, жду ваши ответы, жду в соцсетях школы и на курсах обучения. Спасибо за внимание. С вами была Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok